Добрый день, дорогие друзья, приветствуюсь в экономике здравого смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь пожалуйста на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема Беларусь в лапах атомного схематоза. Завершается строительство второго реактора атомной электростанции в Беларуси, сдаются в эксплуатацию, увеличивается мощность и Росатом ведет разговор о дальнейшем сотрудничестве с Беларусью. Знаете, когда первый и второй еще толком не заработали, когда они больше простаивают, чем стоят, атомное лобби уже забивает стрелочки для того, чтобы деньги не прекращались, чтобы проекты росли. И речь идет о том, чтобы или третий реактор поставить в БелАЭС, либо сделать еще вторую белорусскую атомную электростанцию. Зачем только вопрос никто не задает, не задают вопрос о экономических последствиях, но просто атомное лобби рулит. Причем Росатом говорит о том, что в Росатоме есть, оказывается, и не ядерные технологии. Речь идет о 3D-принтинге, о фотовольтанике, о многих других проектах, которые просто разрывают шаблон мышления. Мол, Росатом вместе с белорусскими суперучеными готовят прорывные технологии. Вопрос, зачем это делается? Очень просто. Атомное лобби и в Беларуси, и в России очень любит осваивать чужие деньги. Деньги налогоплательщиков. Понятное дело, больше денег идет из России, но Беларусь тоже что-то там творит. Что-то финансирует. И вот в этом контексте миллиарды долларов атомные лоббисты хотят по-прежнему продолжить атомный схематоз для того, чтобы мы радовались тому, что у нас есть ядерная энергетика. Якобы третьего поколения реактора, якобы безопасность. Но заметьте, нигде ни белорусские, ни российские власти не говорят о самом главном экономической целесообразности всего этого дела. Да, будут выделяться деньги, да, будут осваиваться миллиарды долларов, да, будут что-то разрабатываться. Но где это все? Зачем это все делать? Если в Беларуси экономика в минусе, российская экономика в минусе. Это только начало минуса, потому что структура потребления, структура производства будет меняться. Россия сама себя отрезала своими агрессивными действиями от европейского рынка, вот поэтому переводориентация, она временный характер носит, и едва ли там нужны будут российские энергоресурсы в таком же объеме. Беларусь вообще полностью поставилась в зависимости от России, зависимость стала беспрецедентной. И вот в этой ситуации, понятное дело, те люди, которые осваивали порядка от 7 до 10 миллиардов долларов российских денег, хотят продолжить это делать и в будущем. И вот они заманивают полиси-мейкеров, обещают им золотые горы, говорят о том, что будет реиндустриализация, инновационное развитие. И Росатом, оказывается, есть технологии. Мы видим, чем воюет Россия, какие у них технологии, мы видим, что они выпускают. Они не могут даже автомобиль выпустить толковый и делают это на основе технологий Рено давно минувших лет. У них китайские товары являются высокопроизводительными, но они опять говорят о том, что у них, оказывается, все есть. Где-то в загашниках, где-то скрыто, где-то только лятинных технологий. Причем, когда вот Росатом начнет делать и 3D-принтинг, и дальше делать и какие-то информационные технологии. А если еще они покусятся, о чем было заявлено на информационной технологии, то есть нужно будет писать альтернативу Windows и другим программным продуктам. Вы представляете, сколько денег можно украсть вот на этим всем схематозе? Понятное дело, что белорусы здесь ведут всего лишь вторичную игру. Это не они выбивают, это они просто подыгрывают. Но быть партнером на 10-15-20% от российского Росатомного лобби, конечно же, неплохой бизнес. Собственно, так было и схематозе по санкционным товарам, так было схематозе по разбавителям и створителям, так было по переработке нефти, так работает белорусский госплан. При этом они все имитируют инновационность, раздувая щеки, говорят, что вот смотрите, как мы замечательно нейтрализовали все проблемы, связанные с санкциями против нас. Только вот Росатома вот на столе обыкновенного человека, тех самых технологий, о которых говорят белорусские и российские чиновники, нету. Потому что даже атомная энергетика, которую будет вырабатывать БелАЭС, она не нужна на внутреннем рынке Беларуси. Она будет покупаться, как говорит Грызлов, как говорят другие лица, Россией. Вот так, друзья, Россия использует территорию Беларуси для того, чтобы разместить ядерный объект и будут покупать эту электроэнергию в самой России. На самом деле это большая такая ядерная атомная удавка. Это такой поводок, на который подсадили Беларусь российские атомные лоббисты. Так, как сделали и российские ВПК, как сделали российские нефти, газовый сектор, а сейчас уже и транспортные и логистические, друзья. Так что от того, что Беларусь декларирует сотрудничество Росатомом, радоваться не надо. Это радость для тех распорядителей потребителей чужого, которые будут доить российский и белорусский бюджет. Я думаю, что среди этой категории вас точно нет. Друзья, спасибо большое за ваше внимание экономики и здравого смысла. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живи Беларусь! Слава Украине! Слава Украине!